Привет-привет-привет! И это новый выпуск Панкраш-шоу! Сейчас расскажу вам немножко, чем я занимаюсь последние несколько дней. После того, как меня очислили со сборной, я немножко поплакал, расстроился и приступил к работе. Потренировался немного с Васей, с которым мы работаем уже довольно давно. Также поработал в флейграунде с Русланом. После чего мой друг Витя Кейру набрал мне и сказал «Эй, йоу, Панкраш, может быть сыграем Рэдбулл?» Я, посоветовавшись с семьей, немного подумав, решил «Да почему бы и нет?» В общем, решили ворваться, заявились на турнир, назвали команду «Б-1». Хотя, почему мы назвали ее «Б-1», я до сих пор не понимаю. Состав участников все просто. Номер один – это, понятно, я. Номер два – он же капитан, он же человек, который придумал всю эту авантюру. Это мой друг Витя Кейру. Виктор Кейру. Спорт-баскетбол. Рост 200 сантиметров. Вес – 97 килограммов. Знак зодиака – водолей. Высокий взгляд, летящая походка и номер 23. Виктор Кейру не выбирал кумира, это кумир выбрал его. Я родом из Ростова, который на Дону. Там много разной дури, мне это не к чему. Оттуда баста, каста, и вот Москва, встречай меня. Я приехал сюда, чтобы покорить тебя. Вместе мы играли с ним в ЦСКА, также вместе мы играли с ним в Самаре в Красных Крыльях. Такой же сумасшедший, такой же по-хорошему заряженный, как и я. Вот, с Витьком мы много раз играли еще во всяких всевозможных турнирах. Об этом я расскажу чуть позже. Номер два – Павел Людминков, он же Кекс. Он же человек, с которым я никогда не выигрывал стритбол, рэдбул, все что угодно. Раньше он играл в командах Суперлиги, да и вообще много где играл. За Спартак, за Уникс. Сейчас директор баскетбольной команды Руна. Третий по номеру, но не третий по значимости команды. Душа и сердце нашей команды – это Ола Кейру, брат Витька. С ним я тоже знаком довольно давно. Он актер, звезда. Я трахнул ее тогда на грязной посудине Пулу, когда мы били крокодилов под бомбу. Они сожрали моего брата Мабу. Вот, в общем, это наш сквад, это наш состав команды на этот турнир. Ты можешь не снимать очки, Кекс. Сейчас будем билить лютейший контент. Во-первых, очки – огонь. Экипировка. Да? Тру-ля-ля. Тру-ля-ля. Во-первых, ты объясни, пожалуйста, куда мы вписались вообще. Смотрите, Антон приехал на стритбол и попросил купить изболивающего. Это я Витьку, у него со спиной проблемы. У нас вчера была битва, поэтому мышцы подустались, подзабились. В 10-20 регистрация, время... В 10-29 он на лавке стоит. А что мне делать-то? Я уже... Все равно не приехал, придурок. Короче, ворвались мы в Рэдбул непонятный. Состав более чем опасный. Короче, вон Рэдбул. Пойдем сейчас региструльки сделаем. И покатим. Как говорится, ровно столько, сколько нужно, как говорил Викторик и Руслан Авлеев. Время 10.45. Да. С командой встречается в 9.40. Ну... Причина опоздания. А так я же говорю, ровно столько, сколько нужно. Все понял. Вот в смысле торопиться, нужно суетиться, блин. Ты не будешь сейчас на расслабоне? Не-не-не, да конечно, знаешь, это то же самое, что знаешь, ты просто так два очка забил. Что, типа, ты вот так вот забил, знаешь. Как-как? А результат одинаково вот так вот. А сколько нужно очков, чтобы выйти из группы? А какая разница, сколько нужно очков, чтобы выйти из группы? Разница есть, Антох? Разница есть. Не важно, сколько ты победил, важно, сколько ты набрал очков. Соня, какая цель? Хорошо время провести или что сделать? Стоп, стоп, стоп. Хотя бы до полуфинала. Стоп, 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 подожди. Посмотри в эту камеру и скажи. Нет, смотрите. Вы вообще подписчики мои, нет? Фуф. Я, да. Я, нет. Фуфа понятно, он, каждый стой, если мы смотрим. Я в последнем сторинсе рассказывал, да, что нам нужно всем научиться радоваться. Я видел, это круто. Я это выключаю. Я, когда ты начинаешь, когда ты начинаешь голубей кормить, я выключаю сразу. Enjoy the process. Представительница команд, стоп, 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 стоп. Нет, ну битка, слушай, ну битка есть, битка реально есть. Тебе надо сделать 20 подтягиваний и 20 джиманий, ну чтобы налилась чуть-чуть. Тут один рыхленький с нами, один рыхленький. Подними ее. Он мне говорит. У него отличные фотографии, вот такие вот фотографии. У него отличные все. Я видел. Я говорю, лучше. На тот самый случай, когда руки точно лучше, чем в карьере. Это 100%. Вроде двигаемся на первую игру. Кекс, ты морально готов? Я выжил. Я точно не готов. Паша получил травму. Я думаю, что у мертвых нет крови. Слушай, ну покажи мне, как вторая игра для тебя, чем закончилась. Дай хоть я посмотрю, покажу ее. Сказали, придем, поиграем в лайт. Вот первая атака второй игры. Парни, парни. Кто из вас разбил ему губу? Серега. Ты зачем заслуженному Павлу разбил губу? Я не специально, извини, пожалуйста. В смысле не специально? Ты видел, там зашивать надо. Серьезно? 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 Разбили губу кексу, а Витька с ума свели. Хотел вам ебальники набить. Но Вить вообще в плохом настроении. Потому что ждал 4 часа. Нет, я просто в плохом настроении. Он вообще не здесь пока. Один из самых запоминающихся турниров вообще в моей уличной истории, это, конечно же, Adidas 4х4. Мое личное мнение, что это один из самых крутых турниров по уличному баскетболу, который проходил в парке Горького. Мы выиграли его в составе с Витьком Кейру, Ярославом Гребельным, Антоном Саяпиным, Виктором Кейру, Федором Лихалитом. В общем, у нас был чумовой состав. Команда у нас называлась ВД-9. Кстати, я забыл про нашего крутого капитана Владимира Радичка. И, между прочим, нам дали сумасшедший приз. Это 700 тысяч рублей. Как мне кажется, если я не ошибаюсь. Мы могли их потратить на шмотки от Adidas. Кстати, в подкасте у моего друга Вити Павленко, он же Виктор Пи, есть рассказ о турнире 4х4. В общем, это был суперкрутой турнир. Лучшие воспоминания. Немножко видео для вас. Продолжение следует... Продолжение следует... Мы закончили первый этап. Мы выступаем под командой B1. Мы учились с первого места. Пошли игры на вылет. В втором раунде мы играем с командой Легион. И потом, видимо, с победителем пары Центробанка Красная Бахра. Между групповой частью Red Bull и плей-офф был турнир Celebrity. Меня позвали, в общем, сообщили, что давай соберемся, будет крутой состав приедет. Там эта звезда, та звезда. По итогу, наша команда. Виктор Кейру, Биг Сом, Сергей Мельницов и я. Мы таки выходим красиво на разминку. И смотрим, кто же будет играть против нас. А против нас играет профессиональная команда Байкал. Которая, соответственно, принимает участие в этом же турнире Red Bull. И они выходят такие, разминаются. Мы такие, а где матч звезд обещанный? Где шоу? Вот. Ну, в общем, матч был крутой. Кто-то пытался делать шоу и веселиться. Кто-то играл серьезно. Как ты думаешь, Антон отметится Данком? Нет. На мороженку с тобой? Да, на мороженку. Я заспорил на мороженку, что будет Данк от тебя. Что-то дурак. Не надо не остановить, чтобы делать красивые моменты. Второй шанс. Это был Кейру. За Айзу или по-класснице. Весенце. Один на один. Комой. Весенце. Первый. Замена Кейру. Замена Кейру. Кейру. Сейчас труп, ебка. Можем вызывать. Что можно сказать о матче всех звезд? Да, Витек Кейру просто в один момент переодел форму и стал играть за наших соперников. Дал три трехи. И турнир закончился. Чего? Ну, окей. Витьку вручаем победный кубок. Аплодисменты. Мы говорим, что он молодец и что предатель. Так не делается. Смотрите дальше. Леброн делает эту тему в Барбар, а мы с тобой сделаем в креслах Ямагучи. Может, мы, во-первых, подпишем контракт с Ямагучи? Ямагучи, свяжитесь со мной, потому что я уже как год в блогер. Так. Антон начинающий. Манкрафт-шоу, подписывайтесь обязательно и тоже свяжитесь с ним. Я сейчас с пистолетом Ямагучи прорабатываю свои кроножные мышцы. А я один раз в 2019 году, играя на чемпионате России 3 на 3, на финальной уже части, после групповой стадии уже чувствовал себя так достаточно забито и пришел мой друг Алик, у которого была доска садку. Ты сколько минут простоял? Я простоял 3 минуты, сразу без подготовки. И это был вообще нереальный пост. Но ты отключил голову. Я ощутил, блин, это было реально. Я настолько себя стал легко чувствовать, что в одной с черта это была прям моя лютая игра, и в одной второй я зажег. К сожалению, мы проиграли за третье место, уже доски мне это не хватило. Так что пользуйтесь средствами, которые помогают вам оставаться здоровыми, профессиональными. Относитесь профессионально к своему телу, как он прошел. Хороший пример, ё-моё, блядь. Ё-моё, блядь. Ё-моё, блядь. О-о-о-о! Павел Сергеевич! Делай, делай, делай! Хорош, Ола! Чё ты не используешь преимущество, просто дави и забьёшь Не дают, не дают играть Ты миллион раз и отдал Не дают играть, понимаешь? Я просто вернусь и хочу в большой спорт, они не дают раз Держи свол, держи свол Хороший, Антон Хороший, Антон Заход в левом Кекс, ты просто красавец, ты чёпион-финальную серию провёл просто выше всех поплавок Один раз, один раз я на тебя взглянул Ты прочитал мой взгляд? Это мы сейчас в полуфинал будем играть, а потом снимем видео после полуфинала Короче, мы в полуфинале посмотрим, я даже не знаю, с кем мы играем Силы в исходе и караватом что-то равны Эф, брат, что ты скажешь про Могучий? Брат, Могучий? Эф... Вот в этом наш секрет полуфинала Мы дошли до полуфинала Мне любят ламберную, но шансов нету Браво, Витяня! Байкал 3 на 3 на эмоциях, пока на эмоциях. Всегда очень хотят обыграть крутых игроков. А Том Покрошов один из них, болеет весь парк «Остров мечты» против него. Хорошо, бля, потому что есть уважение, и это круто. Сделай, брат! Пока Сэм показывал, что он победитель, минус одно. Хорошо! И доставка передача! Вот и все игра, бля! Опиздел только! Опиздел только! В общем, мы завершили наше выступление. Легендарное выступление. Как считаешь, мы достойно выступили? Мы дошли до полуфинала. В общем, в полуфинале проиграли команде «Байкал». Очко! Очко! Я не тренируюсь вообще. Вместе с трех-четырех человек в команде тренируется только один Антон. Да, я один Антон тренируется. Но ты видел радость какую, как они гордились, что они нас обыграли? Хотелось бы сказать им, что у нас один СНОБА. А еще он мне сказал, ну тогда не приходите. Ну тогда не приходите. Ну тогда тебе всю жизнь не играть в ***. И думать, что ты решала. Сэм Дебда в инстаграме. Можете на меня подписываться. Выкладываю хорошие видосики, нарезочки. В общем, самое главное, что нас отличает от тех, кто нас выиграл, что мы пришли и играли в кайф. И вот эти моменты, и эта совместная игра, эти эмоции, взгляды. Потому что с Кексом у нас одна история. С сетьком я тоже много раз катал. Солчем первый раз подыграл. Но все эти эмоции, блин, это так круто. Как я сказал Кексу, мы теперь будем, когда в старости сидеть в треской качалке, и пить теплый яблочный сидр. Мы будем вспоминать эти истории. Потому что у нас были, и когда мы кидали кроссовки, траки. Пор, крик, визги, сопли. Визги, визги. Ну, было круто. В общем, всем, как говорится, салям. Осталась маечка у меня с Red Bull. Так что, в принципе, пишите комментарии. Давайте что-нибудь разыграем. Вот как сделаем. Вы пишите комментарии под видео. Обязательно подписывайтесь. И вот все комментарии, которые будут, в рандомном режиме выберу. И, соответственно, подарю вот эту маечку. На ней распишусь. Вот она такая. Рыба приятная. На ней распишусь и отправлю вам на адрес. В общем, всем удачи и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова